Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители! С вами Вячеслав Котляров в Харькове, 11 Ромна, 18.05.2016 года. Этим роликом я открываю новый цикл видеообращений своих к вам. Название ему дал «Беседы в скайпе». Информация, которая будет вами услышана в данных роликах, возможно, для вас будет интересно. Возможно, вы подчеркнете крупицу новых знаний. Я 15 лет отплавал в море. Самолетами летал, бывало за сутки 5 самолетов. И это всегда четко видно. Вот земля ровная. Ну, короче, не изогнутая. Если я вижу пароход, вот бинокль, смотрю там, ну, не в милях, буду говорить, километров, ну, там, километров 30, я вижу реально пароход, все. Вот, и так же там, например, земля какая-то посредине океана, тоже ее видишь, и никакой изогнутости, ну, нету ее. То есть у меня это реально, и просто вот смотрю твои ролики, ну, и подтверждение. Когда там, уже неделю назад, я вообще не был к подобному готов, а так как человек, который, если у меня задают вопрос, я не могу молчать, поэтому стараюсь скина встретить. Не было с моей стороны вот это все организовано. Я с удовольствием смотрю ваши ролики, вот только выходит, тут же смотрю, тут же смотрю. Очень нравится, очень. Спасибо, да, да. А, вот кто-то, Антон, мы в голосе. Конечно, да, много идет одобрительного, много негатива. Ну, короче, не изогнуто. Если я вижу пароход, вот бинокль, смотрю, там, ну, не в милях, буду говорить, километр, ну, там километров 30, я вижу реально пароход, все. Вот, также там, например, земля какая-то посредине океана, тоже ее видишь, и никакой изогнутости, ну, нету ее. Вот. То есть у меня это реально, и просто вот смотрю твои ролики, ну, и подтверждение. Да, Виктор, я благодарен. Дело в том, что у меня, как бы, есть большой, ну, основной, наверное, большой процент людей, которые предполагают, что это у меня теория. Но я-то знаю, что я не теорию озвучил. Вот как бы это ни смешно, ни банально не звучало, я не озвучивал ни теорию, ни предположение. Это на самом деле так существует. То есть никакой фантазии. Вот, поэтому вот чудесно, что вот как раз услышал. Это, да, да. Кстати, вот еще могу сказать, что, когда я бывал в Южном полушарии, там вот, ну, там, получается, ну, я говорю, 15 лет отплавал, хотел, не хотел, но звезды, они намного ближе, я их вижу, вот, и когда я беру бинокль, начинаю смотреть, и просто глазам не верю. Это вот как у тебя есть, можно ты говорить? Вот, как плазмоид. Вот берешь бинокль, я сначала говорю, что это, самолет, не самолет, вот это вот звезды, блин. А потом начинаю в бинокль смотреть, и стрёмно вот просто это плазмоиды, и они переливаются, знаешь, такой синий-красный, красно-синий, и мерцают. Вот в Южном полушарии, получается, если, ну, мы считаем, что купол, так я там и ближе к куполу, получается, по-любому. И я вижу в бинокль, даже без этого телескопа, что это реальные плазмоиды висят, вот и все. Вот в Южном полушарии, если кто-то из ребят бывал, ну... Как бы еще, пока я к этим вопросам в свое время не приходил в тайге, еще был только на пороге к ним, я тогда удивился, что в Харькове небо намного выше, чем я вот увидел в тайге, то есть там, где я находился, оно было намного ниже, и меня так это удивляло, я пытался жителям местным сказать, что оно ниже тут, но меня никто не понимал, что я имею в виду. Вот именно там, где я жил, до звезд было рукой подать, а здесь они значительно дальше. Еще вот, кстати, насчет GPS, это ж вот оно появилось на пароходах, я как раз помню, первый мой рейс этим был штурманом, и вот появилось GPS, и как все там радовались, старые капитаны наши, вот Мариупольский у меня был, по-моему, он так радовался, говорит, боже, какое счастье, и странно говорит, что мы не платим за это, говорю, как не платим, за сотовую связь платим, вот уже до сих пор у меня подозрение, ну как это, за GPS мы не платим, вот. И получается тоже, я себе думаю, спутники никто не видел, вот, знаешь, есть как телескоп, смотрят там Луну, а спутника реально никто ж не видел. Совершенно верно, да. Как-то да, подозрительно. У нас, да, документация там нарисована, мы с района в район переходим там, к другим спутникам, у нас и связь телефонная, спутниковая, уже много лет на судах, на всех, то есть, ну, уж домом говорить, и плюс интернет на всех судах, это уже, да, но спутников никто не видит. Вот, мне такое ощущение, что оно всегда было, просто не было приборов, сделали прибор GPS, он просто считывать начал, и все, оно всегда там и было, вот так вот. Странно, конечно. Да, вброс технологий, кстати, тоже по-разному происходит, потому что все технологии уже как бы есть, и передовые, но их аккуратненько, пипеточными дозами подкидывают, то придумают, чтобы вкинуть какие-нибудь технологии, и оправдать быстрое появление каких-нибудь компьютеров, или в этом духе, они придумают Роузвелл, этот инцидент, то есть катастрофу, для того, чтобы сообщить, что они поймали инопланетян, благодаря этим инопланетян получили сверхсекретные технологии, и благодаря этому придумали компьютер. Но ничего подобного, это все фейк, на самом деле знания преимущественно в Ватикане находятся, там пыльные километры, которые и вглубь уходят, на много ярусов, и в диаметре. Это было, город довольно-таки давно построен, причем на случай тех же войн, которые могли происходить. Ну, кстати, может и хорошо, что люди не добавляются, честно говоря, как говорится, из-за погодных условий, вот гром гремит. У нас вчера лил дождь постоянно в Одессе, целый день вечером прекратился, сейчас вот солнышко, так тепло, хорошо вчера холодина была, и дождь целый день лил. Ты же в Харькове, да? Да, да, с самого рождения. Что, знаешь, что я хочу сказать? Вот будучи в океане, вот Тихий океан, ну, самый такой большой, да? И просто я смотрю на эти глубины, по 15 метров, по 10 километров, сори, километров. Это толща воды, я просто понимаю, ну, не может вот просто взять, и вот так вода взяться. Еще и соленая, и такого качества. Ну, тоже вот думаю, вот когда слышал про купол, я даже не мог представить, что такое может быть. А теперь понятно, что налили эту всю воду сюда. Ну, не может она просто вот ниоткуда взяться. Ты тут писаешь, сколько этой воды? Ну, Черное море. Ну, я говорю, если на карту посреди Тихий океан, я его много раз переплывал с Японии в США. Ну, просто вот смотришь и поражаешься. Ну, как это там на карту? 15 километров глубина, 5 километров глубина. Это безбрежный океан, ну, да. Ну, откуда оно взялось? Ну, я получил ответ, что, скорее всего, что да, через купол. Ну, в одном из моих роликов детально рассказывать, ну, из купол, через купол, да, это один из вариантов. Но есть вот, вот Сереже Тарасовым, наконец-то мы создали вот этот ролик, который полный вариант, полтора часа идет. Причем люди иногда комментируют вообще не то в моем понимании, что нужно комментировать. То есть, в ролике явно сказано, что наша Земля сотовая это достоверное положение вещей, а они прицепляются к таким деталям, которые вообще не стоит обращать внимания. Так вот, в этом ролике подробно рассказано следующее, что изначально наша вот эта ячейка, в которой мы сейчас находимся, она была полностью покрыта землей. И уже когда враждебные цивилизации ее оккупировали, они просто вот эти все моря и океаны просто появились из-за техногенной выработки. А так как внизу находится совсем другой мировой океан, из-за уничтожения Земли естественно вода начала как бы подниматься на поверхность. Причем вот эти все Атлантиды и Пацифиды, они же в принципе-то и тонули за счет того, что их снизу подъедали техногенные эти высшая цивилизация. Она сейчас вовсю работает. Америка, допустим, сейчас находится как трехугольная пирамида вверх тормашками. Ну, на нашем веку может мы не увидим, как Америка будет тонуть, но я знаю на 99,9, что она так же пойдет на дно, как в свое время и Лемурия, и страна и Дария, и так и далее. Вот, поэтому изнизу берется. Но вот это люди не верят, что есть мифические якобы какие-то животные. Просто мистики никакой нету из-за того, что мы очень маленькие для этой огромной земли, которая пытается радиус добиться. Мне просто надо веды поискать. В ведах и в индийских, и в славянских четко указан радиус. Даже, по-моему, в одной из лекций, которую я выложил на ютубе у себя на канале, это земля в других сотах, лектор подробно рассказывает некоторые вещи. Ну, видно, он просто, не знаю, либо он тактику такую выбрал, я вам не скажу, что земля сотовая, либо он не понял, что земля сотовая, ну или еще какие-то варианты, потому что он все время насчет сотовой земли говорит, но он ни разу об этом ролике не сказал. Он считает, что, правильно считает, ну, скажем так, с других ближайших планет заселения, с других миров, ну, другие миры есть, но я бы не хотел бы в космос глубоко углубляться, это, если все будет хорошо, возможно, мы с Сережей возьмемся за следующий фильм, но уже более детальнее, Сергей хочет это нанять профессионального актера, который, знаете, с голосом уже поставленным, низким, как вот это в фильмах, вот это все подается, художника, я могу еще больше объяснить, как это, но мне надо либо стоять возле доски рисовать, либо в картинках, как говорится, в графике это все показать, поэтому из-за купола, да, были воины, клеили, шутка говоря, ликопластырем, вот ты когда говоришь, что жил в тайге, вот близко, я говорю, что просто едем на пароходе день за днем, приезжаем в южное полушарие, и ты просто видишь, что картинка, ну, намного ближе, вот, ну, я образно вчера, ребят, встал, как рукой, можно сказать, ну, прям рядом, рядом, а меня тогда это шокировало, когда я голову поднял, я не поверил своим глазам, настолько это все было, это низко, и вот, никогда я не обращал внимания, но последний рейд, был у меня, я, ну, был опять в южном полушарии, у меня Африка была, западная, побережье Африки, ЮАР, вот, и, ну, беру и думаю, ну, что это, самолет там, или, ну, никогда не обещал, а вот взял и с бинокль, посмотрел на звезды, типа, повторюсь, мерцающий, какой-то, знаешь, вот такое, ну, не тело, ну, вот, как у тебя, знаешь, такой мерцающий, как ты говоришь, блазной, о, и он еще переливается, красное, это темно-красное, синий, темно-красный, и я всегда с детства задал вопрос, а почему звезды светятся, это что, все солнце, или что это, бред, ну, да, по официальной науке, это все солнце, и якобы свет идет миллионы лет до нашей планеты, это полнейший, вот когда видишь, вот прям в бинокре, и все, и ты видишь, что это плазмоиды, ну, я термин, конечно, не дал, потому что, я же говорю, что тут хитрая улыбка судьбы произошла, знания начал получать человек, который в техническом плане не подкованный, то есть, знания идут, а надо же их еще и называть как-то, эти все вещи, а у них другие имена, у них совсем другие процессы, и поэтому я в одной из лекций сказал, предположил, что это больше связано с планктоном, то есть, в каждом океане есть планктон, и в нашем океане есть планктон, который, допустим, светится, а это уже планктон космического порядка, то есть, если огромные животные, там, с нашу землю, то почему бы не быть огромному планктону, который, скажем так, тоже вот так светится разными цветами перелива. Знаешь, что меня еще вот удивляло, когда я вот начал плавать, все, там у нас есть книги, причем, они, ну, печатаются как новые, но это много сотен лет уже разработаны таблицы, то есть, как GPS сейчас местоположение на карте определяют, да, а там вот по карте, то есть, берешь пилинг на звезду, на любую, на солнце, там название, что в такое-то время, по гринвичу, столько-то минут, столько-то секунд, именно какого-то числа, если будет угол, такой ты измеришь, то ты точные координаты, я думаю, ну, откуда люди могли сто лет, двести лет назад это знать и составить вот эти вот все таблицы, которые по сей день распечатываются, и оно меняется даже по году, по числу, ну, вот я смотрю, ну, как это, кто это придумал, представляешь, то есть, это уже 100, 200 лет назад было, и сейчас моряки этим пользуются. Ну, в моих же роликах, в некоторых подробно объясняется, что 200 лет назад были технологии намного выше, которые сейчас у нас находятся, намного выше, то есть, еще 200 лет назад люди не пользовались газом и, скажем так, нефтью, они использовали другие технологии, аналог Тесла, там, эфир, там, они были гораздо продвинуты, поэтому... Эфир, это вообще для меня парадокс, вот у нас до сих пор на судах это положено иметь МР, АЧФ, радиостанции, приемы-передатчики, вот, они самые мощные, это коротковолновые, то есть, например, можно связаться Москва, например, ЮАР, ты представляешь, где это, и в зависимости там пишется, что в зависимости от дня, ну, от времени дня и ночью лучше сигнал проходит, потому что, как бы, солнца нет, солнце, ну, дает эти, как бы, накладку, ну, это я вообще шокирован, то есть, как это в эфире, все, маленькая коробочка, ротенка, и вот так все передает на такие тысячи, тысячи километров, в зависимости, опять-таки, если солнце хуже перед сигналом, ночью лучше, вот, видишь, тоже как эфир этот работает. Ну, эти же технологии уничтожались, и при Советском Союзе было колоссальное количество разработчиков, которые, как бы, опять же, за счет подключения к информационному полю, потому что я никогда не, ну, всегда буду говорить, что это не моя заслуга, это, эти знания всегда были, они есть, единственное, что я их озвучил, и любое изобретение, это всего лишь просто человек за счет родовой памяти или за счет информационного поля, и еще есть другой способ, наш полностью организм, это большая флешка, и в каждой клеточке ДНК у нас зашита память о предыдущих реинкарнациях, и поэтому в Советском Союзе делалось хитро, допустим, если там в бюро какое-нибудь приносили уникальное изобретение, человека начинали просто говорить, подождите, а сами втихаря на Запад или в Америку переправляли, то есть, все это было, и вот было же изобретение, что человек вот в коробочку сделал, назовем его условно, двигатель, прикрутил этот двигатель там на дощечку, на какую-то фанерку 70 на 70 сантиметров, и смог подняться по аналогу, как мы вот помним, фильм «Назад в будущее», когда они летали по воздуху на вот этих скейтбордах, вот. А? «Виманы»? Не, не, «Назад в будущее» это есть трилогия, там он получается попадает в прошлое, потом попадает в будущее, ну, сам смысл, что были доски в этом фильме показаны, на нее человек становится, и он может на этой доске летать. «Да, все вспомнил, когда поезд надо было спить, что-то и он нагоняет его». «Да, да, 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 да». «Вот, так в Советском Союзе человек изобрел аналогичную доску, но это быстро все, и сейчас технологии, сейчас вообще полно технологий, которые просто можно с воздуха брать энергию, но никто не даст этого, потому что те, кто управляет миром, очень крепко держат руку на пульсе, чтобы люди не были автономные. Если люди будут автономные, то как их контролировать? Не будет рычагов. Так, у нас конференция все больше и больше. Здравствуйте, вот Антон, а тут ник не вижу. Слава, у тебя сколько показывают людей? Ну, у меня только четверо. Да, Андрей, Виктор, Антон и вот ник. Не могу. Тут Сахматенко, Олстам тоже. Ну, замечательно. Я, в принципе, как бы... Кстати, я знаешь, что скажу? Вчера мы переписывались, ну, как в чате, да, в скайпе переписывались. Очень много было людей. Сегодня смотрю, ну мало. Ну, видать, то, что выходные, как бы... А, сегодня суббота. Да, и люди, как бы там, что на базар, что на даче. Да, у меня еще что-то, и за погодой, как есть... Я дословно не помню анекдот, я просто смысл передам, что когда соревновался, гидрометинцент победил... Ну, у кого ревматизм, да, это потому что он лучше чувствовал погоду. Вот. Вот так я и приблизительно я. То есть я на погоду вообще сильно реагирую. И я бы, конечно, больше бы по возможности выходил бы от таких конференций, но иногда просто сил не хватает. Причем, есть же много желающих, чтобы ролики появлялись. А этот, если все будет хорошо, я, конечно, постараюсь часть его нарезать. Тем более, ты ценную информацию говоришь. Ну, как бы ценную для тех людей, которые еще сомневаются, то, что я в своих роликах озвучиваю. И все вот современные исследователи, как я говорю, они попадают в тупиковую ситуацию. Я озвучил, что реально земля огромная, сотовая. А если современные исследователи начинают толкиваться от старых стереотипов, то они себя уводят и своих слушателей. Слава, я попытался. Ну, я вот начал все с того, что твои первые ролики увидел и задумал. Начал с того. А потом давай другим людям говорить. Они настолько вот замерзаны. Я говорю, как роботы. Они уже эту инфра... Я говорю, как это? Я говорю, ну ты умный человек, здравый. Вот скажи. Представляешь, что такое 1600 км в час. Вот самолет, они летают в районе 800 км в час. Самолеты. А ты представляешь, махина земля, чтобы вот так, я говорю, не слазь 1600, и спутник нам показывает, что он на месте стоит. Вот когда съемка там выходит, вот говорит, спутник висит на месте. Я говорю, а они что нам говорят, что он вместе с землей вращается в такой же скорости. Плюс я говорю, ты на самолете летала вообще. И, ну, земля влево, например, идет 1600 км в час, а тебе надо лететь в другую сторону. Так, ну, задумайся. Задумайся, что ты... Ну, как здесь не понять? Здесь просто... Не надо быть математиком просто. Ну, вот так вот как-то. Не готовы к этому. Это очень сложно. Ну, я давно эту цифру услышал, что 2% сейчас, допустим, есть, которые могут услышать, проснуться и понять. А остальные, хоть кол на голове чеши, люди не примут эту информацию. Ребят, всем привет, кто там, кто там только что подсеренил. Может, у вас есть какие-то вопросы? Просто вот сидите, слушайте, я вот вижу, там Антон все пишет, пишет. Может, у тебя вопрос какой-то есть? Ты бы голос вызвал. О, спасибо, спасибо, Андрей. Просто микрофон не работал, да? Да, да, замечательно. А чтобы озвучить то, что я озвучил, 20 лет я шел. То есть, с 19 лет, сейчас мне уже больше 40, 20 лет я шел к тому, чтобы записать самый свой первый ролик, который я все хотел его перезалить, но у меня все руки не доходят. Потому что людям раздражает мое эко-не-бэко-не-чмяко-не-бяко. ну понятно, ну Наташа там красиво, чтобы там у тебя конструкция поставлена. Ну, в основном, врут, врут красиво. Ну да. Я на самом деле записывал этот ролик для того, чтобы у меня на канале до этого было всего лишь 70 подписчиков. И максимум у меня было 50 просмотров. И я записывал этот ролик для 50 человек. Ну, а сейчас уже, по-моему, 30 тысяч. То есть, когда я его записывал, я даже, у меня даже в мыслях не было, что люди услышат своим сердцем, так сказать, душой, что я не фантазирую, а что называю вещи, которые имеют место быть. Понятно. А скажи мне еще такое, просто где ты живешь? Ну, в смысле, я понимаю, что ты в Харькове живешь, я тоже в Харькове живу, а в каком районе ты живешь? Луй Пастера. А, здорово. Возле класса. Земляк, земляк. А, ну я, замечательно. Я на этом районе живу, как его только начали заселять, в 1985 году. И вот этот пивзавод, который сейчас, допустим, пиво изготавливают, я еще бегал по сваям, когда ему еще только фундамент закладывали. А сейчас огромный, да, район огромный, где-то порядка 100 тысяч человек. Ну да, разрость это, да. Антон, а что ты там молчишь-то? Часть пишет, или у тебя нет возможности просто говорить. Наверное, просто нет возможности, наверное, просто слушать пока. А, ну давай. Ну, первое, что я хотел отметить, что может даже хорошо, что я не записал этот ролик с максимально выгодной подачей. Там, что, там, допустим, сценарий был написан, да, что диктор хорошим голосом. Просто для определенного количества людей бы, такой бы ролик бы пролетел бы мимо. Это моя размеренная беседа, пускай я там и акаю, и бякаю, и гэкаю. Она на другой настрой дает. Ведь помимо информации, я же 15 минут я делал вступление, чтобы психологически человека подготовить, к услышанному. Потому что, лично для меня, я понимаю, что информация уникальна, и не каждому дойдет до сознания. А 20 лет, это именно надо было озвучить, и я ждал подходящий момент, как я проводил пример, что если бы я, допустим, в интернете, ну, когда, ну, впервые у меня, наверное, интернет где-то появился в 2004 году. ну, пускай там, через пару лет, там, когда YouTube появился, или когда он, я записал бы этот ролик, он бы так бы... Извините, извините, Слава, сейчас просто обалдеешь. Вот, читаю новости, Укрнет новости, посмотри, как людям вешают. Вот, все знают Северную Корею, какую-нибудь, пишут, значит, Северная Корея, официально, по телевидению, СМИ Северной Кореи, заявили, что 17-летний КНДР совершил успешное приземление на поверхности Солнца и даже смог возвращаться обратно. На какого Солнца, вы чего? я тебе читаю новость. Это же ситуация, как вот показали в Северной Корее, когда у них первый ядерный взрыв был, но не тот, что они говорили по земле, а у них был наземный какой-то. И потом взяли, короче, взрыв, который произошел в Киросиме на атаке вот этого, именно видео вот этого, самого Грибка. в стране на площади по телевизору и они поверили, что это по-настоящему. А наши поняли, что в 60-м году видео снималось. Вот так вот. Знаешь, сколько миллионов людей будет верить? Еще... Ну, они же там совсем какие-то. Нет, ты послушаешь, что он пишет, космонавт совершил свое путешествие глубокой ночью, чтобы обезопасить себя от воздействия высокой температуры. Так, да, ну, что это такое? На часу. Бред. Значит, совсем не соображают, логика не работает. Ну, нарушеник зомбированный. Конечно, у них там траву едят и все. У них жрать нечего, у них народ там такой, что сказали, то и правда. Ой, я был в Южной Корее, ребята, первый раз в 2004-м году и получали новый пароход. И вот, я удивился, вот, насколько народ зомбированный, как они ходят. Вот, знаешь, отрядами, вот, перемещаются от 20 по 40 человек к армии, все одинаково одеты, заходят, вот, обед, столовая, удобно. А с вами был Вячеслав Котляров, спасибо, что слушали, благодарю за внимание. В первой части ролика беседы в скайпе в записи слышны раскаты грома. А с вами по-прежнему Вячеслав Котляров и это вторая часть ролика «Морской флот вышел на связь». Я иду пешком до ближайшего супермаркета час. Стой. Начинается вот город, там, да, шикарные дома с лужайками, заглядываю, в каждом дворе, там, у них нету заборов таких, знаешь, что есть видность. Минимум две машины, обязательно. Акер, водный мотоцикл. И потом мне говорят, так это, ну, как мексиканский квартал, я думаю, ни хрена себе, у нас миллионеры так не живут. И то есть, заходишь в магазин, смотришь, что это, значит, у нас зайди, вон Харьков, в Одессу, цены, так поделить на два, на три. Это будет их цена, но зарплату у них в районе 10 тысяч. Я спросил, конечно. За нашим партюм 12 тысяч долларов. Это вот я элементарно могу, вот простейший. Что живет за счет всего мира? Вот смотрите. Я? Ну, ребята. Вот смотри, ситуация такая. Вот я вот сейчас сопоставляю нашу ситуацию. Ну, там, про политику мы отбросили, все это, я сопоставляю ситуацию. Ситуация такая, что, как бы нам не показывали в пропаганде, что там экономика падает, там все плохо, 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 но пообщавшись с простым людям, вот в интернете, я общаюсь, много людьми, вот тут там у меня есть и канал, я смотрю, стримы постоянно, вот у меня есть любимый канал. И там смысл, короче, такой, что как бы мы не пропагандируем, что там все у них экономика, копает вся фигня, то они живут намного лучше, чем мы, потому что они себе могут позволить много. и все рассказывают, что там у них 20-15 тысяч зарплаты, это многие говорят, а какие 15 тысяч, 15 тысяч это так, совсем почти там студент может зарабатывать, а по большому счету, если ты уже плюс-минус там тебе 25 лет, ты можешь идти у них много предприятий, где 50 платят свободно. И они могут, это ты, да, и там, ну как бы, мне так рассказывают многие, что у них вот есть предприятия, где они там живут по своим поселкам, там, ну или... Ну смотри, не, что хочу сказать, от 25, и тут главный возраст до. Ну и там понятно. Там до 40 где-то, то да. 15 тысяч студентов, ну в принципе, да, я вот студент, сейчас грубо говоря, мне 19 лет, я работаю курьером, извиня, курьер, по 4 часа в день, от 4. У меня выходит тысяча в день, но я живу в Москве, к сожалению, как огромное сожалению, я живу в Москве. Тут почитали, чтобы жить в Москве, на одного человека надо 70 тысяч в месяц. А у нас в семье на четверых столько не выходит. Ну, бывает. И мы такие, ну ладно, я тут, короче... я вот как и Вячеслав, мы родились при СССР, вот в армии был в СССР, у меня сейчас друзья... Нет, ну я тоже при СССР родился, но я как бы... Как считаюсь, но ситуация намного лучше. И когда я служил, было 15 республик, ребята были. Да. как братья были. И кто-то это делает, это единицы, кукловоды. А самое главное, вот одно, что интересно, что страны, вы там всю страну коррелили, они не знали этого, потому что... Олег, Олег, лучше не идти, Олешка, поверь, тот человек, который знает, как земля выглядит, достоверно знает и события, какие происходили, поэтому... Лучше от политики... Ну давай, хорошо, на примерах, я возьму не... А возьму какую-нибудь вымышленную страну, там... Не, ну ты намекай, что это вот эти регионы, ну ты к примеру там конкурс. Ах, смотри. У меня вообще примеров много, но я могу на эту тему очень долго говорить. Вначале я вкратце скажу, а потом может добавлю. Вот представь, существует огромная земля, к примеру, есть страна Америка, а есть страна Азия. В Америке живут американцы, а в Азии живут азиаты. Вот. И прилетает, скажем так, в эту страну с другой ячейки существа, которые идут к американцам и говорят, эй, вы, там Азиаты хотят на вас напасть, готовьтесь оружие. Потом они идут к Азиатам и говорят, эй, вы, там Американцы на вас хотят напасть, готовьте оружие, а мы вам поможем. Идут к тем, мы вам поможем, и они становятся во главе вот этой пирамиды. То есть, когда двое ссорятся, ищи третий. Что я хочу сказать, у белых и у красных даже сто лет назад наверху был один главнокомандующий, который заставлял и красных, и белых друг друга убивать. Если вот просто, если я перебью, секунду, если такая ситуация... Ну, я чуть-чуть другими категориями... Я сейчас немножко... Ну, я вот так... Я тоже, я предполагаю, и... Да, да. Политика, это гнилое дело. Да, у нас мы здесь чего собрали? Блочиство, сотовое... Да, да, да. Если мы с вами знаем гораздо больше и важнее информацию, какие там могут быть... Да, Виктор? Тем более, он, Виктор, сколько плавал. А до них полетел продукт мерзи. Мы точно знаем, что там кукловоды делают. Мы только как бы новости видели по факту. Давайте не будем. Но, отойдем, отойдем. Вот мне вот интересна вот тема такая. А как это вот рассказывать, то не знаю, правда там, не правда. Мы жили, вот жили при каменном веке, там, туда-сюда, а потом резко, как они говорят, мы начинали разрабатывать ламповую электронику по чуть-чуть только начали, там, когда там Вторая Мировая была, тут и судьи. А потом тут резко рассказывать, что вроде американский президент заключил договор с серыми, и тут у нас погнала электроника, чипы, микрочипы, там, компьютеры, все эти. Вот непонятные. Все тысячи лет жили на ослах катались, в Патистан, Индия, те же пирамиды, они как бараны смотрят на них и на ослах ездят, вот, в хижинах живут. А тут резко, да, когда... Вот это вот не ясно. Ну, говорят, вроде, что саня. Самолеты, там, такой все, подъем. у нас 70-е годы тут начали компьютеры придумывать машины скоростарезка, тут, как-то подозрительно, шарапнуло. И я не зашел, что-то не то, подозрительно. Однозначно. Думай, телефон, дозрили компьютер, да невозможно, человек не может взять носки, что-то так взять и придумать. Ну, конечно. Этот щелет никак он не дорожевался, а потом бах-бах бьет. А потом бах, крепкий, тут можно на него уже записывать информацию, тут чип, пожалуйста, плата, и погнал в экран. Да, не найдешь, откуда ноги распутаться, не пытаюсь. Хорошо. Ну, это еще у нас относительно технологий каменного века. Почему? Потому что там сравнительно недавно, там, 500 лет назад, тысячу, люди использовали, вот мы, допустим, чтобы пользоваться компьютерами в основном, мы, допустим, пользуемся, назовем это условно металл, да, а люди использовали камень. То есть, есть много дисков, даже сейчас можно в интернете найти, их когда находят, они пытаются, ученые, современно сказать, это древние люди этими дисками обряд про какой-то богов призывали, ну, как темные люди каменного века. А я-то вижу, что эти диски каменные, это просто на них информация нанесена. Ну да, это диски жесткого диска, которые... Да, да, правильно, правильно, правильно. И там их много этих дисков, и на них информация. Да. Ну вот. Что может быть? А как у нас же микросип, это же камень получит? Ну, камень, как правильно толкование ему дать, это минерал, да, или кварт. Вот. вы, кстати, задумались, чего вот эти вот микросхены, там вот эти всякие детали, я вот думал, ну, что там внутри может быть, когда еще не было компьютера, что вы же там, телевизор, разбираю, ну, не лампу саму лампу, там вот нахожусь, и он, какой-то вот этот, начинаю разбивать внутри камень, блин, минерал, другое, ну, все дальше стоит внутри. Не, ну, это просто надо радиоэлектронику изучать, углубляться изначально. Камень внутри, трехни. Ну, есть же там электродиты, аффектаторы. Блин, ну, как они это придумали? Ну, придумали же как-то. Кстати, насчет каменного века, в этой ячейке практически всегда люди жили одновременно и в каменном веке, и одновременно на летающих тарелках летали. Собственно, как и сейчас происходит. Дело в том, что даже сейчас есть люди, которые живут на реке Амазония, там, в Бразилии, которые даже никогда не соприкосновались с человечеством. Эти племена вот часто появляются в разных таких непроходимых лесах, их просто из соседних ячеек забрасывают, просто это как семена, то есть спасают свой народ. Кстати, Слава, ну вот темку подкинул насчет Смотри, когда начинают люди, вот я спрашиваю, а как вы думаете, откуда вот люди взяли? Ну как, а дам их ем, что говорю? А почему на каждом континенте, я говорю, я еду вот в Японию, в Китай, они выглядят так, еду потом через море в Африку, африканцы в Астак, у нас, вот так, то есть раз пять, раз, да, они разные, причем здесь дамы Ева. Ну, непонятно. Да, вот скажи, ну вот однозначно. Ну, во-первых, адама Ева всего лишь 200 лет назад в лаборатории создавал ЯХВ, и просто он хорошо генной инженерии владел, поэтому он поймал какого-то кроманьюльца, пятикантропа и вживил ДНК. А как же тогда вот вопрос? Разные, посмотри, на африканском континенте вот эти нет. Да, черные, там желтые, там белые, там транс. Ребят, а вы заметили, что у черных нет вообще своей культуры? У них ее вообще нету. Нету, конечно. Я когда недавно посмотрел вот это видео, я такой думаю, вот реально у черных нет своей культуры. и я так смотрю еще вот назад, грубо говоря, в Глазбии, Африка, и там еще, пока там еще племена какие-то есть, они что такое, становятся в развитии, по их, как его, по их телевидению, вообще это какое-то племень африканского приехало. Да. А что, афига себе, это вообще пипец. Это вот, вот, все право, с аргентами тоже культуры, они вот как животные, пароход, помню, ночью заезжают, они спят прям на спальте, так вот, как морские котики, спят, они пацаны спят, я говорю, как выглядишь, ты такой большой фильм, он отжасся не может, он говорит, я мало кушаю, вы знаешь, то есть какие-то вот роботы, которые с вами, ну, не знаю, они как-то. Это, вот я вам по поводу этого, вспомните, фильм есть, я вот не помню уже, как называется, ну, про путешествие одного африканца, такого худолопа, этого, и он там ходил по Африке, там всякие приколы происходили, помните такое, там два или три фильма? Два фильма, наверное сошли с ума. Да, самый главный момент, вот самый очень интересный, когда ехали городские, по этой пустыне, выпили бутылку кока-колы, выбросили, они увидели, что с неба упала бутылка, что там только, и сталкали, и катались, и этой бутылкой, что только они делали, и начали драться, вот эту бутылку, и они не знали, откуда она, как это. Ребят, мы все равно не можем придумать, почему именно на пяти континентах, вот разные люди, ну, так вроде похожи, но все разные, Китай, там, Япония, потом мы, да, русы, вот эти, африканцы, да, ну, блин, ну, ну, как? Вроде легенды, есть, что там как-то разразилось, оно разошлось, и для того, чтобы друг друга не понимать, и они как-то там... Да зачем нам легенды, у нас карты в руках, уже можно отталкиваться от достоверных знаний, А еще есть, вот, я вам скажу, сказать, момент, что когда вот эти вот племена, африканские, они бывают, живут тут, там, на расстоянии километра друг от друга, и у каждого свой собственный язык, и они встречаются, они понимают друг друга. А в Китае даже... В Китае вообще там не понимают, они иероглифами. Агенту, напиши мне, как будет, привет пока. Он пишет, я приезжаю из Горжовга, там, ну, неважно, в другой какой-то город, там, портов до хрена, маленький даже. Я повырел, мне как барану смотрят. Потому что у них акцент разный, может. Разный, а, говорит, здесь тоже едешь, говорит, 100 километров, уже другое наречие, они тебя не поймут. Ну да. Бесполезно. Это, я вам скажу, такой еще есть пример, у меня папа много лет, короче, в Иране проработал, тоже они там, после войны устраивали электростанцию. Но смысл, короче, такой, что у них был город. Я уже вот не помню, как он назвал, недалеко. И они приезжают в этот город, с местными общаются, базар, магазины, вся фигня там. И они начали изучать язык, а потом, когда они попали в другой город, совсем в отдаленный, они начинают разговаривать, а их не понимают. И они потом, ну, как-то приезжают к этим, и по этому же языку начинают спрашивать, а почему вот, мы поехали туда, а нас никто не поднялся. А потому что, это не настоящий язык, это вы его сами придумали, чтобы с нами общаться. Потому что, половину, половину, там, с каким-то еще, там, с этим, с форси, там, все это перемешалось, и мы с вами привыкли на нем разговаривать. Слышь, мы вот все равно тему что-то не развили. Вот когда с людьми говоришь, вот такими, там, набожными, я говорю, откуда люди взяли? Ну как, Адам и Ева? Я говорю, хорошо, Адам и Ева. Говорят, ты знаешь, когда, ну, что у нас, как бы, за морем находишься Южная, Северная Америка, говорю, а кто туда зовет? Почему они не попали? Опа, и тупик. И тупик. То есть, это было Единоразово, сразу, то есть, заселена часть. Что? И не расслабится каких-то. Да, оно понятно. Ну, как бы, оно не понятно, но суть такая. Да почему, все же понятно, с других ячеек, люди же раньше, вот Виктор говорит, люди писали книги, но не могли найти ответа. Они писали, что все территории одновременно Единоразово были заселены огромным количеством людей. Вот. Да. Вот это верится, это конечно. Ну, вот интересно еще, теория. Когда вот говорят, что там вот, Зачислав говорит, что нам там 200-300 лет максимум отряду. Нам? Нам миллиарды лет. Не, но ты говоришь, что наши вот, именно вот, сегодняшние цивилизации 200 лет. Я говорил, что 200 лет была война назад. И наши предки в этой войне погибли. А мы, останки, так сказать, выжившие. Ну, а, я понял, что мы еще остались. Ну, смотри, в двух словах, вырезали всех, кто выше был колеса. Детей оставили, немощных стариков оставили. Детям, которых выжили, они дали новые знания про религию, про науку. и маленькие дети, потому, уже когда, они маленькие, вот они оставили, допустим, тысячу детей в живых. И они дали вот эти знания, которые потом передошли от нас, от наших прадедушек, прабабушек. Вот в чем. А нашей цивилизации насчитывается только в этой ячейке полтора миллиарда лет. То есть, наши с вами предки тут живут полтора миллиарда лет назад прилетели. Понятно. Я просто думал по поводу того, что если нам 10 лет, то как там тогда история от бабушек до бабушек пришла? Вот видно, да, надо побольше. Понимаем только. Ну, 300 максимум лет мы можем знать конкретную историю. Если мы про пирамиды только недавно узнали. Ага, что-то там перецепился по песку. Ага, начали раскопать как-нибудь, а пирамиды. Начали копать в следующих пирамидах. А у меня на канале есть отличный ролик, где в нем рассказывается про пирамиды, которые в Европе находятся. Хороший ролик. Да, надо глянуть. Ребят, еще не забывайте, нефоксимулирую, вот там. Ну, их много, их тысячи, тысячи. Да, да, и на дне морском. Вам замела пирамида, пожалуйста. Зикурат? Ну, это зикурат, это чуть-чуть другое. Ну, у него другая функция. Если мы эти пирамиды не увидели, это одно значит, что нет для захоронения, нет для ритуала. Ну, до сих пор не может все это понять. Ну, я не могу я вас... Ну, я же в одном ролике, по-моему, сказал, основная цель пирамид. Это общение? Нет, нет, это порталы между ячейками, а сейчас они запечатаны, чтобы никто отсюда не мог другие порталы выйти и не запачкать другие земли. А зачем тогда вот пошел вброс такой, что вот там показаться из передачи по поводу, что знаменитые цель приезжают там на экскурсию по пирамидам, заходят и проверяют там, как они там настраиваются, ставят свою там какую-то там ноту, мелодию, чтобы она там начала эта пирамида короче ну, резонанс, как-то резонировать и к ним получается пошла мысленно энергия и они спрашивают о, мы вас там тысячи лет или там две тысячи лет не слышали и вы начали с нами общаться типа мы не те уже типа чтобы вы ведь общались ну, ладно, мы с ними один раз пообщались и типа до свидания вот так вот есть такой но у меня всегда есть два ответа на этот вариант первый Виктор озвучил просто фальсификация а второй иногда так бывает вот я сегодня с Сережей общался и там с ним люди сейчас связываются а он со мной консультирует он говорит там люди приходят призраки там советы дают я говорю так да, это иногда бывает но я давай вот и вам скажу и вот Сереже тоже вот не раз говорил как четко определить кто к вам пришел светлый или темный очень легко определяется если с вами вступают в диалог это сто процентов темные светлые никогда не будут с вами вступать в диалог они будут там намеками подкидывать какие-то предметы но они никогда с вами не заговорят поэтому они возможно вышли на связь с темными ведь наши глаза у нас сенсорика слабая наш мир весь испещрен всевозможными существами и они тут кишмя кишит у нас весь мир вот вы если посмотрите на свой память палец под микроскопом вы прекрасно знаете какой вы ужас увидите сколько там это микробов так вот это все да вот это все полностью это всевозможных существах а те люди которые случайным образом начинают эти существа видеть их как правило психушку отвозят поэтому то что они рассказали либо они придумали либо с темными связались и то придумали но в большей степени придумали а с вами был Вячеслав Котляров спасибо что слушали благодарю за внимание спасибо